Сура 79. Вырывающие. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь ангелами, вырывающими силой души неверующих, и клянусь ангелами, извлекающими души верующих нежно, и клянусь ангелами, плывущими плавно, когда спускаются с неба или восходят на него, и клянусь ангелами, опережающими стремительно, быстро исполняющими повеление Аллаха. И клянусь ангелами, исполняющими повеление. В тот день, когда сотрясётся, сотрясающееся, произойдёт первое дуновение в рог, после которого творения умрут, и последует за ней следующее, произойдёт другое дуновение в рог, после которого начнётся воскрешение умерших. «Сердца неверующих в тот день будут трепещущими от сильного страха, и взоры будут смиренными». Говорят они, многобожники, не веря в воскрешение. «Неужели нас возвратят после нашей смерти в прежнее состояние? Разве нас возвратят уже тогда, когда мы будем костями истлевшими?» Скажут они, неверующие. «Тогда, если это уж случится, это возвращение невыгодное». «И вот только одно сотрясение, дуновение в рог. И вот они окажутся на поверхности земли, воскрешшими. И разве уже дошла до тебя, о пророк, весть о пророке Муси? Вот воззвал, обратился к нему Господь его в священной долине Тува, которая находится у горы Синай. Иди к фараону, ведь поистине он стал беспредельным в ослушании Аллаха. «И скажи ему, не желаешь ли ты очиститься от неверия и ослушания? И я поведу тебя, о фараон, к твоему Господу, и ты станешь бояться его наказания». И показал он Муса ему, фараону, знамение величайшее, посох, который превращался в змею, и руку, которая выходила из-за пазухи белой, без всякого вреда. Но фараон счел ложью эти чудеса и ослушался своего Господа. А потом отвернулся от веры и принялся усердствовать в противодействии Муси, посланнику Аллаха. И собрал он людей и возгласил, и сказал, «Я Господь ваш высочайший, такой, выше которого уже нет Господа». И схватил его Аллах наказанием, как вечной жизни, так и первой, земной. Поистине, в этом, в наказании фараона, наставление для тех, кто боится Аллаха. Вы ли, о люди, труднее для создания, для воскрешения, или небо, которое он уже построил? Он воздвиг свод его, небо, и выровнял. И сделал ночь его темной, и вывел зарю его. И землю после этого распростер, сделал ее просторной. Вывел из нее, из земли ее, воду, и вырастил пастбище. И горы утвердил он, как колья. И все он сотворил, на пользу вам и вашим скотам. И поэтому ему оживить вас в день суда еще легче, чем все это сотворение. И когда придет величайшее бедствие, второе дуновение в рог. День, когда человек вспомнит все, для чего он стремился, все свои деяния. И в день суда будет показана гиена, ад, тем, кто увидит, каждому. И тот, кто был беспредельным, приступая к границе, установленной Аллахом, и предпочел жизнь в этом мире, жизни вечности, то поистине ад станет его конечным пристанищем. А кто боялся предстать перед Господом своим в судный день, и удерживал себя, свою душу, от прихоти, от совершения запретного, то поистине рай станет его конечным пристанищем. Они, многобожники, спрашивают тебя, о посланник, о часе, о начале дня суда, когда его прибытие, когда он наступит. К чему тебе упоминать это? Это не в твоем знании. К твоему Господу конечный предел знания о нем, о наступлении дня суда. Ведь ты, о посланник, только предостерегающий, увещатель для тех, кто боится его наступления дня суда. Они в тот день, как увидят его наступление дня суда, им покажется, как будто бы пробыли только часть дня, с времени зенита до захода солнца, или утро, с времени восхода солнца до зенита.